По просьбе моих подписчиков, мне попросили снять видео на тему моего образования. Закончил я 11 классов, среднюю образовательную школу. И настал тот момент, когда мне нужно было куда-то поступать. У всех происходит в жизни такой момент, когда тебе нужно куда-то поступать. И ты, если ты заранее не определился, то ты должен думать, куда тебе поступить. В те профессии, в которые я хотел пойти, меня не взяли. Это профессия летчика и профессия инспектора дорожно-патрульной службы. Это было связано не только с состоянием здоровья. Вы сами знаете, что, допустим, тем же летчиком, для того, чтобы быть летчиком, должно быть очень хорошее здоровье. То есть, там и вестибулярный аппарат и так далее. Но много там факторов, которые должны способствовать к тому, чтобы тебя приняли на эту должность. Что касаемо инспектора дорожно-патрульной службы, там тоже. Плюс еще английский язык. Английский язык, если ты поступаешь и учишься на пилота, то он обязательно должен быть в идеальной форме у тебя английский. То есть, не в элементарный, а хорошо ты должен знать английский. Ну и поскольку на эти две профессии мне не светило, поэтому я должен был для себя определиться, куда еще. Медицинский отпадал сразу, потому что я понимал, что это очень сложно. Сейчас уже я понимаю, что на тот момент мне нужно было поступать на юридический, но на тот момент голова работала немножко по-другому. Со временем люди всегда осознают то, что было раньше и как-то переосмысливают это. Были еще такие моменты, когда я пробовал поступать в театральное училище, но, к сожалению, нет. И тогда я решил поступать в педагогический. Все мои знакомые, кто учился плохо, пошли кто на краснодеревщика в ПТУ, кто-то пошел в морской колледж на повара, кто-то еще там куда-то. Я решил попробовать себя в педагогике, и я решил поступать на педагогический колледж на должность преподавателя информатики. Мне стало это интересно, тем более с информатикой у меня было все хорошо. Я в школе сдавал экзамены по информатике. Мне нужно было сдать экзамены, вступительные экзамены. Эти экзамены были по русскому языку и литературе, по математике и по истории. Но поскольку по истории у меня было отлично, поэтому я экзамен не сдавал. Меня взяли так. Русский я сдал, сдал я хорошо, а вот, к сожалению, математику я не набрал, по-моему, одного балла. И мне сказали, что у вас не хватает, должно быть что-то 15 баллов, а у меня было только 14. И меня не взяли. И плюс еще был перебор. На отделении информатики был большой перебор. И тогда мне предложили отделение социальная педагогика. На тот момент я еще не знал, что такое социальная педагогика. Для меня это было в новинку, в диковинку. Я не знал, что это такое. Долго-долго я думал, что делать. Или соглашаться, или искать что-то другое. Время поджимает. Не хотелось терять год. Я решил себя все-таки в этом попробовать. Но мне на тот момент казалось, что отделение социальная педагогика, мне казалось, что это человек, который ходит, помогает бабушкам, носит продукты. Ну, социальный работник. Но потом, как оказалось, это не так. И я нисколько не жалею, что я пошел учиться этой специальности. Потому что мы изучали такие предметы, как не только социальная педагогика, но и психология. И какие-то дополнительные организаторские моменты у нас были. Также еще у нас были предметы, связанные с коррекционной педагогикой. То есть мы изучали болезни детей. У нас также присутствовала анатомия, но не в том контексте, как бы она присутствовала, например, в медицинском. То есть мы не изучали там латыни и так далее. Учебно-воспитательная работа, история, история религии, безопасная жизнедеятельность, экономика. Очень много было интересных предметов. Учились мы 3 и 10 месяцев. Соответственно, поэтому мне очень там нравилось. Мне очень нравилось учиться. Единственное, что поначалу для меня очень сложным предметом оказалась психология. Это потом уже со временем я стал ее понимать и любить. Но поначалу как-то не давалось. Но я думаю, что мне не давалось из-за того, что у нас был не очень хороший преподаватель по психологии. Как мне казалось. Но она была слишком высокого о себе мнения. Это была пожилая женщина, очень требовательная. И все время она работала по принципу нравится человек или нет. Если человек не нравится, то неважно, что бы ты ни сделал, все равно будет плохо. Были у нас ребята еще хуже, которые путали психологию с психикой. То есть приносили рефераты по психике. И такие случаи были. А также еще по социальной педагогике у нас была молодая девушка, которая тоже особо не блистала какими-то способностями. Но, видимо, только что закончивший университет у нас с ней тоже не сложились отношения. Поэтому были какие-то нехорошие конфликты. И еще у нас была тоже учитель, девушка молодая. Она закончила вот этот педагогический колледж, а после этого ее взяли сразу на работу. Что делала она? Она просто зачитывала текст по бумаге. То есть читала текст, наконспектировали. Но если ты задавал ей какие-то дополнительные вопросы, она тебе не могла на них ответить. То есть она делала так примерно. Ну, на следующее занятие, соответственно, вы выучите что-то и мне на этот вопрос и ответите. Не очень мне это нравилось. А так, в принципе, преподаватели остальные все были очень хорошие, квалифицированные. Очень много я для себя получил полезного. У нас были практики в образовательных учреждениях. Единственное, что тяжело было для меня, это приходить в детские дома, в коррекционные какие-то школы, где дети живут без родителей. Это очень печально на них смотреть, когда у них нет ни родных, ни близких. Не каждый сможет это пережить. То есть ты пропускаешь это через себя. Ты понимаешь, что у детей сложная судьба. Где-то дети из алкоголизированных семей, где-то из неблагополучных, где-то вообще родителей нет. Поэтому ты видишь, как они стараются, как они учатся, делают какие-то поделки. В общем, живут. Но ты понимаешь, что у них никого нет. И что по наступлению совершеннолетия они выходят в жизнь самостоятельно одни. И это, конечно, было печально. Далее у нас практика проходила уже в образовательных учреждениях. Мы делали всякие психологические тесты, тренинги. Работали с детьми. Это было тоже интересно. Изначально, когда мы только пришли учиться, первый месяц мы занимались тем, что мы ездили на картошку. Но я, наверное, думаю, что у многих это раньше было. Мы собирали картошку, морковку. Каждый день практически мы ездили, этим занимались. Это было весело. В коллектив, в принципе, являлся сразу. В основном в нашей группе было все-таки больше девушек, чем парней. Ну и, в принципе, во всем педагогическом колледже преобладало больший процент девушек, нежели чем парней. Потому что в основном у нас были такие специальности, как коррекционная педагогика, воспитатели детских садов, учителя начальных классов, дошкольная педагогика, дошкольная психология, ну и так далее. В основном это были такие специальности, где преобладало количество девушек. Проучившись 3 года и 10 месяцев, я, в принципе, хорошо сдал экзамены. Ну не на красный, конечно же, диплом, а обычный диплом. Ну, с четверками и пятерками. Дипломная работа у меня была связана с методикой... Дипломная работа у меня была связана с формированием здорового образа жизни у младших школьников в образовательном учреждении. То есть перед этим у меня была практика, мы проходили с детьми, что хорошо, что плохо, какие продукты полезны, какие вредны, какая должна быть осанка, как нужно правильно сидеть за столом и так далее. И вот по этому всему я сдавал диплом. Дипломная работа я защитил очень хорошо, всем понравилось, никто даже не ожидал, что я так могу. Вот, и получил я за это отлично. После того, как я получил диплом, я попытался устроиться в свою школу на отделении социальных педагогов, ну, в школу по специальности социальным педагогам. Но мне сказали, что какой-то момент нужно подождать, потому что педагог, который был в нашей школе, он дорабатывал там какое-то время, и потом уже когда она ушла, должна была уйти, меня бы взяли. А на место, пока она работала в это время, чтобы зря время не терять, я пока работал школьным вахтёром. Вот, но так получилось, что через месяц социальный педагог решила остаться, почему-то изменила свои планы. Ну, и в итоге мне сказали, что, к сожалению, должности социального педагога в школе не будет. И мне пришлось уйти. Далее я попытался встать на биржу, чтобы мне нашли работу по специальности, но это было очень сложно. За всё время пребывания моего на бирже, соответственно, мне дали, по-моему, три места, куда я ездил. Это были в основном детские коррекционные учреждения или детские дома, где заключалась моя работа. Ездить было, конечно, далеко, и зарплата на то время составляла, ну, до пяти тысяч. То есть во всех тех местах, куда я ездил, то есть свыше пяти тысяч нигде не было. Ну, и считайте сами, значит, по тем временам проезд стоил полторы тысячи, и всё остальное – это твоя зарплата. То есть, грубо говоря, где-то там, ну, в зависимости от того, куда нужно ездить, нужен ли тебе проездной, ну, где-то личная твоя зарплата была где-то около трёх тысяч рублей. Ну, сами понимаете, да, что на три тысячи, на две с половиной, да, не прожить. Поэтому я вынужден был отказаться, но везде я не вынужден был отказаться. А мне сказали, что либо мы вас снимаем с биржи труда, либо, соответственно, вы проходите у нас какие-то бесплатные курсы. Мне выдали список бесплатных курсов. И у меня был выбор из трёх специальностей. Это водитель электроштабелёра, сантехник и оператор котельной. И так получилось, что я встретил соседку, которая живёт сверху надо мной. Она как раз-таки в тот момент работала оператором котельной. Мы что-то с ней разговаривали. И она мне сказала, иди учись на оператора котельной. Получаем мы хорошо. Работа у нас сутками. По ночам, в принципе, ты спишь. Ничего ночью делать не нужно. Запустил котельную и следи. Ну, я, послушав её, решил, что пойду-ка я попробую себя оператором котельной. Ну, это интересно. Учились мы шесть месяцев тоже. Ездили на практику в котельной. Нам показывали, как идёт тепло, как это всё подключается. Тоже сдал на отлично. Но когда нам выдали корочки и дали места, где требуются операторы котельной, мы пришли, а нам сказали, что ребята, извините, без опыта работы мы вас не возьмём. И где-то, по-моему, через полгода котельные вообще отказались от операторов. И всё перешло на автоматику. На тот момент я пожалел. Я подумал, что лучше бы нужно было учиться на сантехниках. Во-первых, это бы пригодилось и по дому. И в том числе это была востребованная специальность. Ну, сантехники всегда нужны. Но, к сожалению, так получилось. Ну, и в итоге после этого я уже работал на разных предприятиях, различных профессиях. Потом я работал в автобусном парке, но у меня есть видео, где я про это рассказывал. То есть, вот в итоге где-где только я не работал. Я практически много специальностей разных попробовал. Поэтому, знаете, что я вам хочу сказать? Ну, наверное, те, кто уже моего возраста поздно, а вот те, кто встаёт на стадию того, что вот скоро заканчивает школу и подходит к выбору специальности, выбирайте ту специальность, которая не только вам по душе, но ещё и востребована. Потому что можно выбрать такую специальность, которая вам будет по душе, но она будет настолько не востребована, что она вам в жизни не пригодится, и вам придётся идти куда-то работать не по специальности или получать ещё какие-то дополнительные навыки. Поэтому лучше заранее всё это продумать. Сейчас уже ты в этом возрасте осознаёшь, что нужно было как-то более серьёзно к этому готовиться, нужно было как-то и, может быть, иностранные языки подтянуть и всё-таки идти на юридический. Но, к сожалению, получилось как получилось. Ну, я ни о чём не жалею. Всё, что в жизни произошло, значит, так там и быть, так, так, так быть было и должно. Поэтому, в принципе, ни о чём не жалею. Вот как получилось, так получилось. Вот такая, ребята, небольшая история про моё образование. Кому интересно. Смотрите. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вы удовлетворены вашей просьбой. Поэтому всем ещё раз спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok